В деле о нарушении границы на пункте пропуска Шегини первые задержания. Уже более ста человек допрошены в качестве свидетелей. Полиция установила личности и зачинщиков беспорядков, а экс-губернатору Одесской области сегодня вручили повестку в суд. Новые сцены Саакашвилиады наблюдали наши корреспонденты. Площадь рынок. С самого утра возле отеля, в котором поселился Саакашвили, десятки правоохранителей. Пришли вручить политику протокол о незаконном пересечении госграницы. Штраф за правонарушение около 8,5 тысяч гривен. Повестку в суд политик подписал. Утверждает, что готов доказывать свое законное пребывание в Украине. В Министерстве внутренних дел уверены, Саакашвили границу пересек незаконно, но задерживать его оснований пока нет. Союзная служба поведомляла, она не собиралась и не имела достатных подставок для затримания. Ему был вручен административный протокол про вчинение административного правопорушения. Тем временем в Минюсте заявили, запрос грузинской стороны об экстрадиции Саакашвили сейчас проверяют в прокуратуре. В случае позитивного заключения политика передадут грузинским властям. Но это случится, если и экс-губернатор не начнет отстаивать украинское гражданство в суде. Присоединиться к расследованию дела о незаконном пересечении границы грузинским политикам обещает и служба безопасности. Там заявили, организаторы правонарушений должны понести наказание. Тем временем в МВД анонсировали первые задержания участников беспорядков. П'ятеро осіб, активных участников этих событий, которые, в частности, использовали физическое насильство стосовно військовослужбовцев государственной и прикордонной службы. Правоохранителями также установлены особи шести возможных организаторов, а также 32 активных участников этих событий. И сегодня львовские правоохранители проверили около 50 человек в камуфляжной форме, которые расположились на окраине города. О них сообщили местные жители, подозревая, что у незваных гостей есть оружие и взрывчатка. То, что эти люди из батальона «Донбасс» подтвердил бывший комбат, а ныне нардеп Семен Семенченко. Условцы из батальона «Донбасс», которые забеспечивали порядок на кордоне, в Каковской Акертии, зараз ведь почивают в винниках на базе. В полиции не исключают, эти люди могут быть причастны к беспорядкам 10 сентября в пункте пропуска Шегини. У них уже обнаружили специальные средства защиты. Александр Васильченко, Галина Якушко, Владимир Самченко. Подробности телеканал Интер.